Сегодня пятница, и мы снова с вами. Сегодня с вами Даша и Елена на своем законном месте. Да, у меня уже вообще прикормлено, и как бы действительно мое уже, да. Вот, ну, Даш, давай начнем с тебя. Ты скажешь такие благостные известия. У нас сегодня первый день весны. Да, мы дожили, слава Богу. Наконец-то. Зима была длинная, холодная, какая-то вообще бесконечная, вообще какая-то тяжелая. Лето зато было хорошее. Все забывают про лето, да. Ну, потому что зима очень тяжело далась, но, слава Богу, пришла весна. Мы вас с этим сердечно поздравляем, настраиваемся на скорое лето. Мы сегодня как раз будем показывать все относящееся к лету, переходу. И вот скоро у нас классный весенний праздник, 8 марта на следующей неделе. Разумеется, наш магазин не останется в стороне. У нас будут акции с 5 по 7 марта. Какие именно акции, мы скажем позже. Следите за нашими соцсетями. Будут скидки, подарки. Так что, пожалуйста, следите. Настроение хорошее будем поднимать. Да, кстати, кстати, 8 числа магазин Домпляжа не работает. Но вот с 5 по 7 мы готовы к натиску к вашему приходите. А интернет-магазин у нас? Интернет-магазин еще не решил, но 8 точно не работает. Но там в какие-то выходные мы начнем сборку заказов. Ну, все-таки больше девочек, правильно? Да, да. В основном-то девочки, поэтому мы 8 числа не работаем. Да, мы будем отмечать. Но перед 8 марта мы еще, я думаю, либо в эфир, либо какое-то видео. Мы все-таки поздравимся с вами, потому что сегодня просто так совпало. Первый день весны. Настроение у всех такое, на самом деле, позитивное. Сразу улучшилось. Да, да. Не, ну правда. О, весна. Хочу солнца нет сегодня. Весна, да, ничего, да. И сегодня мы с вами поговорим о том, что у нас, ну, поскольку я уже здесь со своими тряпочками опять, значит, мы сейчас решили немножко переформатироваться. И когда я буду показывать новые изделия в студии, я прям буду конкретно говорить, сколько ушло, из чего связано, и какой пряжей, в принципе, можно заменить, если для вас это, ну, как-то финансово сложно, скажем так. Ну, либо вы хотите, наоборот, себе круче еще связать, но какая пряжа подходит, чтобы вы могли прям конкретно по этой модели, ну, либо в следующий раз, либо в комментариях задать вопросы, или ответы все получить прямо сейчас в прямом эфире. Значит, давайте мы начнем с журнала, или сразу с тряпочек? Да, давайте сразу с тряпочек. Я думаю, вы же хотите, Лена. Да. Ой, я вообще, как ты всегда говоришь, я уже сижу не могу. Да, да. Ну, вот, я, значит, вязала из речо, вот такой вот джемпер, я его связала, перевязала уже, и теперь только показываю вам. Знаете, вот, значит, поговорим о том, ну, эта модель, мы взяли ее из журнала. Связала я, начала я вязать эмку, но по размерам, которые там указаны, сразу, если кто-то будет покупать журнал, надо пробовать как бы. То есть, я взяла спицы тоньше, я рассказывала об этом, потому что на спицах, которые рекомендованы, пятерка, получаются очень большие. Вот эти дыры получаются очень большие. Даже несмотря на то, что пряжа буклированная, пряжа речо, да, мы сказали, Атлана Гросса, да. Вот, значит, все равно получаются такие дырки. Ну, мне показалось как-то не очень корректно. Она висит вся такая бесформенная. Я взяла спицы три с половиной, и даже на спицах три с половиной, на чагушках, между прочим. Разумеется. Да, вообще, ты меня подсадила на них конкретно, да. Вот, я вообще реально игнорировала металлические спицы, что я прям не люблю. Я вязала на три с половиной, при этом на трех с половиной получилось хорошо, на металлических спицах. Спицы надо брать, в общем, скользящие, потому что пряжа шершает, поскольку она такая вот, она такой хлопок, там 16 полиэстера и 94 хлопка. Но она всесезонная, вот как раз на такое время, как сейчас. То есть, причем, при том, что это хлопок в составе в основном, она все-таки, знаете, как бы такая достаточно тяжеленькая. Ушло, кстати, восемь мотков. Восемь мотков. Так там сто метров с чем-то. Там как бы мало. Да, и вот нисколечко не осталось. Ну, я немножко перевязала на спине. На что надо обратить внимание? Вот она вроде как бы такая простая. И вот в прошлый раз Светлана Борисовна говорит, даже кто, типа, начинает вязать, это если будет ошибка какая-то, то все классно как бы, да. Я связала, постирала, расценила, повесила, сижу, смотрю, косяк на стене там вообще. И просто реально вот одна дырочка перешла в другую. То есть, ну, как-то вот соединилось все вот так. И дальше все пошло красиво. А в этом месте вот как будто узел какой-то или еще что-то. Ну, я же не могу терпеть. Мне пришлось распустить плечи, рукава. И до лопаток распустить сзади. То есть, для этого места. Связать и снова. Ну, зато я сейчас горда как бы, что вот так. В общем, история хорошая. Цвета у нас есть там красивые. Ну, может, кому-то и этот нравится, речной жемчуг. Есть такой очень красивый синий, насыщенный голубой, белый есть, кипельно-белый. Ну, вот как-то так. Вяжите, выбирайте. В студии он есть. Стоит он 12 600. То есть, стоимость работы плюс стоимость пряжи. У нас надбавок нет, вы знаете. Вот. И еще тут еще такой момент новинка. Вообще, первый раз в жизни с этим встретилась. Горловина вообще никак. То есть, просто набираешь количество петель необходимое. Кстати, оно сошлось по описанию. 98 петель. И провязываешь один ряд лицевой гладью и закрываешь. Но, видимо, за счет того, что здесь вот такая какая-то неровность, его видно как бы горло. Ну, горловину самую. И она прямо хорошо так вот. Мне понравилось. Да, красиво. Да, я пробовала с изнанки закрывать, с лицевой. Но я провязала два ряда все-таки. Внесла свою капелечку. 5 копеек. В общем, вот такая вот хорошенькая история. Да, красиво. Да, мне понравилось. Значит, потом, когда я связала и подумала, что если кому-то вязать дорого, даже если вы будете сами вязать, то у вас получается 8-8-8-64, ну, порядка 7 тысяч, если это вы без работы, заработаю 5 тысяч тут. Значит, чем бы вы могли бы заменить? Вот у нас есть прекрасная пряжа. Она уже известная давно. Но эластика. Вот, подержи-ка, Даша. Это мы ей торгуем давно. Это хлопок. Ну, мы его называем немецкий, да? Немецкий, итальянский. Лана Гроссовский, в общем. Эластика. У него история. Он не буклированный, но у него очень такая скрутка. Да, он действительно очень эластичный. И за счет этого, вот видите, как пружинит прямо нитка. И немножко фактурный за счет этой скрутки. Да, и вот эта фактура, она дает такой же эффект. Я хотела сегодня связать образец, но не успела. И я думаю, что у нас просто есть в студии, ведь, вот этот бомбер, он там. Не бомбер, а как он называется? Худи. Худи. Вот, и какой-то неудачный худи связали 2 года назад. Еще они его снимали. Просто реально разрекламировали. И он такой приятный, хороший, но как-то вот не зашел. В общем, и там тоже видно дырочки. И вот по фактуре он очень напоминает. Тоже, несмотря на то, что здесь хлопок эластана, в основном тут вот 96, тут хлопка 4 всего лишь эластана. Он как бы какой-то как всесезонный. Видимо, за счет того, что вот такая вот, за счет скрутки, видимо, это вот важно. Поэтому эластика стоит 400 с небольшим. То есть это у вас получится в два раза. 9х4, 36. То есть вы можете связать себе такой же фасон кофты, но за 4 тысячи. Если у вас еще есть какая-то скидка, вот, кстати, приходите к 8 марта. Его много, цветов много. В принципе, он вот, в прошлый год было большое поступление в зиму. И поэтому сейчас можно купить. И еще вот я посмотрела. Вот есть, кстати, очень вкусный такой вот он, такой молочный. Цвет мороженого. Да, 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 пломбир. Вкусно. Почему-то всегда ассоциации с питанием, с продуктами, видимо. Вот. И еще у нас есть Амира хлопок. Вот есть потолше, 100 метровый. Его тоже можно использовать. Вот у меня белый лежит. У меня пришла мысль. Я поняла, что, наверное, я такую сеточку попробую. Но на более толстых спицах, естественно. И я думаю, что будет очень хорошо она выглядеть. И есть у нас тоненькая Амира. Вот это вот у нас что? Так я такую же взяла, да? Амира Лайт. Да, у нас есть Амира Лайт. Она потоньше. Видимо, я посчитала, что вот для сетки пойдет вот это. Это вот тоже хлопок. Это вообще хлопок с... Тот тонкий-то вообще. С полиамида. Да. Тут 7% полиамида, а который легкий, он вообще 100%. Причем какой-то экологический там супер-попер. В общем, я когда начала из этого, а потом Светлана и Борисовна стали вязать из того, думаю, я прямо поторопилась как-то. Ну, в общем, у меня белоснежный лежит. Я его с кружевом буду комбинировать. То есть вот имейте в виду, что есть такой. Он находится прямо около стойки продавцов. Смотрите на сайте, тоже выбирайте. Цветов много. Он очень-очень приятный как бы. И вот Светлана Борисовна носит. Очень ей нравится. Она говорит, единственное, бывает, вот первое, когда первое сошло, остается, например, ну вот на брюках что ли. То есть вот катыш. Катышек нет. Но остается на вещах, с которыми соприкасается. Вот первое время Ворс как бы. А так вообще прекрасные отзывы. Поэтому так. Ну, давайте я тогда сразу все я, а потом сразу все ты. У меня еще есть... У меня еще есть... Ой, Даша, можно вот еще вот принеси, пожалуйста, пока вот. Обвестящую, да? Еще мы связали в студию вот к 8 марта, в общем. Но не только, как бы, да? У нас вот такие двойняшки. Мы их любим, как бы, да? Они у нас... Спасибо. Они у нас как бы очень хорошо расходятся. И мы решили вот обновить. У нас только из буретного шелка. Вот сейчас я сниму, потому что мне не очень нравится. Это переносы. Да. Это у нас и Капуна, и Капуна принт. Вот мы отработали модель так, что ее можно носить вот и с этой стороны, и с другой стороны. То есть у вас два в одном, скажем так. Это всегда удобно, это всегда практично и экономично. Да. Потому что мы платим... Твои вещи по цене одной. Мы платим за одну кофту, а имеем в результате две. И причем эта кофточка носится как самостоятельно. Если загнешь рукавчик, получается как такая, ну, укороченная, да? А либо можно... Нет, наоборот. Если разогнешь рукавчик, получается самостоятельная кофточка. По длине как бы. Вот здесь я хочу показать. Собрано так, что никаких тут нету. Даже если вы загнете с обеих сторон, очень все красиво. То есть не видно вот, что какая-то изнанка. Хотя сейчас, в принципе, это все приветствуется. Это все приемлемо. Да. Вот. Но и если вы захотите использовать его как жилет, то вы вполне можете себе надеть какую-то блузку, загнуть рукав, он будет короче. И, в принципе, водолазка, блузка, и тоже будет история очень хорошая. Можно с разными юбками носить. Вот я просто взяла два. Можно на контрасте. Мы вязали, да, вот. Вязали прям, кто любит кислотные, вот эти истории, да? Их много на самом деле. Капуна вообще штук 50, наверное, расцветок. 78. Я карточки делала. Вот, представляете? То есть выбор шикарный. Можно и переходы. Можно с одной стороны, можно выбрать один цвет, но две тональности. С одной стороны светлее, с другой темнее. Если вы не хотите из цвета выпрыгивать, но хотите внести какую-то изюминку, то вполне имеет место быть. Вы можете сделать как на контрасте, так и близко. Вот я взяла сейчас вот близкий как раз вариант. То есть одну сторону вы можете это связать на руках. Мы на машине-то вяжем, чтобы удешевить, чтобы показать вам. А, в принципе, история-то не меняется. Вот смотрите. Значит, одна сторона такая, одна сторона такая. И будет очень красиво. Уходит на 46 размер 3 одного цвета, 3 другого. А 48-50 по 4. Ну, чуть-чуть остается там вот так вот. Ну, брать надо 4 как бы. Вот это у нас 50-ка. Вот здесь ушло по 4. Значит, если вы будете вязать такой же фасон, то у вас уйдет одного цвета. То у вас уйдет пряжи меньше. Потому что когда полоски либо в какой-то другой цвет, либо энтарсия всегда уходит больше, остается в мотке. Но при этом покупать-то все равно надо, как бы, да, даже если на две полоски покупать-то надо моток. Поэтому очень такая выгодная история. И она очень приятная такая. Вообще, у нее 76% хлопка. Что-то... А, ну что я подумала? Проверяю. 72% хлопка, 12% меринос, 11% альпаки были. Да, я помню, что альпаки вот чуть-чуть побольше 10. Ну, то есть у нее состав абсолютно натуральный. И она прям вкуснящая такая пража. Поэтому вот покупайте. Даже не думайте, выбирайте. Жилетики мы из нее вязали. Очень здорово. И вот я еще хочу показать. Распродали все ушанки. Вот надо связать было какую-то ушаночку. Ну, я подумала, что не хочется уже как-то к весне. И не хочется вязать толстую. То есть я первый раз вязала из четырех нитей. Мы всегда вязали из шести и семи. Да. Ну, то есть зимние, теплые такие вообще конкретные. Выбрала. Это у нас 80. Вот Инна пришла с работы, видимо. Да. Инна, привет с ума с вами. Сердечко нам слышно? Видно нас? А то мы сами с собой. Тут хорошо, что нас сегодня двое. Так мы хоть можем как-то это общаться. Что-нибудь нас маякните? Нам нас вообще слышно? Вот. Значит, смотрите. Связала в четыре нитки. Попробовала в четыре. И поскольку все-таки весенняя такая история, она больше для образа. Ну, и вот на сейчас. Уже когда ноль, там, минус два, минус три. Вот думаю, почему бы нет. И отделала люрексом. Не знаю, насколько это видно. Добавила брелина. И брелина добавила все. Все, спасибо большое. Видим, значит, нас видно, слышно. Мы вас любим. Все, отлично. Это наш верный товарищ Инна Соловьева. Вот. Значит, смотрите. А отделочку я сделала не просто брелина, а я сделала одну нитку брелина, а одну нитку ангоры. Потому что, ну, было бы, мне кажется, очень блестело бы тут все как это. А так чуть-чуть оно запушится, и будет такой маленький проблеск. Ну, да, мне кажется, вот такая история вот у нас как-то, Инна. Очень слышно и очень видно отлично. А то я прям думаю, ну, все, сейчас что-то еще. Что-то не то. Замечательно. Мы вас рады тоже слышать и видеть. Вот, значит, вот такая есть ушаночка. Три-четыреста она стоит. Вот ее хоть для тепла, хоть для образа, хоть, ну, хоть для чего, как бы. И у нас цветов, кстати, много на бобинах. Цена не изменилась. Семнадцать восемьсот, как стоило. Поэтому приходите, успевайте еще, берите. Потому что я знаю, что Салам Борисовна готовит новую поставку. А она будет, конечно, дороже. Поэтому девочки отматывают. И на сайте берите. И вот она прям такая хорошенькая получилась. Да, и такой деликатный блеск. Да, вот чуть-чуть добавила. Показалось, что не будет портить. Нет, не портит. Не портит, как бы. Я рада. Вот такие у нас новинки. Ну, уже карты я вам показывала двойной у нас есть в студии. Поэтому вот из вещей пока все, как бы. Про скидки сказали. Значит, что будут скидки. Сейчас мы будем смотреть журнальчик и новую пряжу. Да. Да. Журнал нам пришел. Лина Япура. Это полностью летний журнал уже. Глаз просто отдыхает. На этих изображениях. Да. Потому что там везде зелень, везде тепло. Весна. Море. Прямо классно. Журнал можно разделить на две части. Смысловых. Это ажуры во всех вариациях. Я посмотрела. Сетки. Журнал. Сетки. Вот все дырчатое. Все очень красивое. И вещи условно-демисезонные. То есть из хлопковой пряжи. Но они многие с длинными рукавами. Либо их можно комбинировать с вещами нелетними. Поэтому очень такой универсальный, удобный журнал. Давайте посмотрим. Смесовочки. Смесовочки. Сейчас наоборот ведь у нас будут показывать. Ну да. Вот так вот. Здесь у нас модель из пряжи Настрина. Вот с таким классным карманом. Мы сегодня с Леной обсуждали пряжу Настрина. Что она очень красивая. Очень такая интересная. Она приятная к руке. Как бы так. Да. И Лена говорит. Что из нее вязать? А тут вот пол журнала посвящен этой пряже. И очень много можно связать. Ну надо сразу сказать, что спицы 2,5. Да. И Лена сразу же поняла, что из Настрина она вязать не будет. Но кто-то может любит спицы 2,5. Так. Далее мы идем. Так. Здесь такой вот джемпер из пряжи Лениссима. У нас ее нет. Но заменить ее можно вообще хоть чем. Да. Хоть соло Лина. Хоть какими-то хлопками. Ну смесовки, хлопок, лен. Лен. Восстановленный лен. Модель вообще очень удачная, универсальная. Так. Дальше мы идем. И вы не забывайте, что вы всегда вот. Бывает иногда я знаю, что смотрят журналы. Посмотрели. Вот да, вот нравится. Но вот если бы что-то чуть-чуть. Что-то чуть-чуть вы всегда можете внести самостоятельно. То есть за основу взять то, что вот здесь. И плюс что-то изменить в свою сторону. Укоротить рукав, например. Или вообще без рукава. Взять просто один рисунок за основу. Взять именно эту пряжу просто. Ну вот связать не свой размер, а размер побольше. И у вас будет оверсайз. Да. Вообще легко. Так, здесь комбинация соло Лина и Лениссима. Что опять же можно вообще из любой летней пряжи такое связать. У нас, кстати, у пихорки есть очень удачные варианты. Мы показывали. Может еще покажем попозже. Ну, кстати, хлопок сейчас наш пришел к обле. Вот это пряжа новинка этого года. Пряжа Котон Вул. Сейчас я ее покажу. Давай сразу пряжу. Оп. Пряжа, это серия Линеа Пура как раз таки. Комбинация мериносовой шерсти 53% и 47% хлопка. Сегодня думали, я говорю, я когда искала ее, я пропустила ее как-то. Думаю, Котон это хлопок, а Вул это шерсть. Что это такое за название как бы. Это мягчайшая пряжа, да, Витминка? Да. Очень мягкая. У нее скрутка такая довольно уверенная. Да, Витминка? У нее не восстановлено ничего, да? Ничего про восстановлено не написано. Так, давайте пока положим. Да. Посмотрим пряжу. 53 шерсти и 47 хлопок. Да, чистый хлопок. 195 метров в 50 граммах. Ну, 195, ну, грубо говоря, 200. Спицы 3,5-4 рекомендуется. Ну, я думаю, что она и очень хорошо пойдет на крючок. Вообще. То есть сейчас вот, кстати, Инна, вот вы вяжете которую кофту, вам бы было бы здорово. То есть и кофта из тоненькой, и сверху это, ну, конечно, ценовая политика. Красивый цвет. Да. Ну, очень мягкая такая, приятная, прям приятная. Да, она и на сугубо летние вещи подойдет, и на демисезонные тоже. Да. Но при этом она не жаркая, не паркая. Вот этот меринос, он здесь. Ну, я думаю, что на наше лето так это вообще просто находка. Ну, нет, вот последние года лета нас балует. В маечках, ну, надо. Надо иметь все на Урале. Вот как раз и маечки. Вообще очень красивая гладь получается с ажуром. Вот мы переходим к дыркам. Это пряжа Соло Лина. Вообще не новинка. То есть ее у нас много уже который год. Очень красивые цвета. Их очень много. Там 80 восстановленного лина и 20 лен. Она все помнит просто. Да, 80 восстановленного и 20 натуральный лен прям. Пряжа шикарная, с красивым деликатным блеском. Она универсальная на летние изделия. Она как вискоска такая. Да, ну, очень себя зарекомендовала уже. Поэтому ее не убирают из ассортимента. Тут это все пряжи, которые у нас нет. Ленисима. Но модели, как мы уже сказали. Вот, кстати, похожи на вашу. Да, я вот и посмотрела, что он похож. Очень красивый. Я прямо себе захотела такой связать. Но я, наверное, из эластика. Вот простая достаточно модель для начинающих. Из настрина. Вот, кстати, о настринах мы о нем говорим. Не показываем. Давайте я покажу. Вот который нам было с половиной вязать. Ну, такая она приятная. Это ленточка очень тоненькая. Здесь 195 метров на 50 грамм. 100% хлопок. Тоже не восстановленный никакой просто хлопок. Это тоже 195? Да, просто это ленточка. Это ленточка. Да. Но иногда бывает такая модель, в которой именно ленточка нужна. Вот метраж. Вот здесь как раз несколько таких. И причем там есть модели, которые смешивают с эти две пряжи. Да, по покажем попозже. Вот это мой любимый цвет. Да? Кирпичный ракот. Очень нравится. Смотри, из монгольского кашемира кофта. Я все видела. По цене автомобиля. Почему? Наоборот. По цене пряжи одной только. 7000. Я всем говорю. Просто мастер связал. Монгольский кашемир фирмен. Знаете всех. Вот какой красивый, яркий, почти кислотный цвет. И вот она получается, если ее смешиваешь вместе, то получается в два раза. То есть 400-200 метров получается. Она толстенькая получается. Толстенькая и более стабильная. Да, да, да. И вот этот блеск, вот эта нострина, она дает блеск вот этой вот Котон Вол. То есть она ее как бы вот украшает, да? Она приблескивает. И смотри, прям цвета приблескивают. Очень красиво. Очень красиво. И вот как раз таки сеточкой такой топик из нострина. Шикарный цвет. Он у нас есть. Цветов там много. Заглядывайте. Так, вот это тоже кардиган. Из Котон Вул. Он тоже, можно сказать, демисезонный. Ну такой, он хоть и дырочный. Но, опять же, при умиле можно... Ну это как... А, ну да, кардиган. Кардиган, да. Ну не бомбер, нет. Кардиган. Я просто думала, типа пола. Ну воротник пола, да, кстати. Так, ну пола тоже не выходит из моды. Я смотрю, подиумы. Да, я вижу сейчас. Пола, да? Я тоже что-то прям захотела. Хотя не особо как-то ровно дышу. Но почему-то захотелось. Оно очень красиво сейчас вот в современных денциях. Так, здесь у нас Котон Вул, опять же, из красивого цвета кари вот такого. В дырочку это у нас худи с капюшоном. На прохладные летние вечера. Так, вот это пряжа мозаика. У нас ее нет. Мне понравилось вот что-то как-то. Понравилось. Ну вот таких вот комбинаций у нас встречается достаточно много. Так, у нас там люди ходят. Технические. Так, вот это комбинация соло-лина и лениссима, опять же. Ну, то, что мы уже сказали. Здесь можно соло-лина и настрина, например, взять. Давайте вот так покажем. Потому что я хочу сказать, соло-лина в уходе очень требует бережно. Поскольку она вот такая вот лен, еще лен восстановленный. И его когда стираешь и вот выжимаешь, вот это все, вся вот эта, как полоски, которые выжимал, все остаются. О, ничего себе. Ну, то есть надо ее в таком полувлажном состоянии как-то раскладывать и стараться, да, знаем. Вот. Это кардиган из нострина. Это пошла уже серия демисезонных круглогодичных вещей. Он связан с пиццами 2,5. Это что мы с Леной смотрели. Ну, выглядит-то он как-то по-серьезному. Выглядит шикарно, мне очень нравится. Там такие петельки мелкие, красивые получаются с кармашками. Я бы, знаете, его в подмот, если он стоил бы чуть-чуть подешевле, очень хорошо вот, ну, например, тот же какой-то махер или сатосорик. Да, почему нет? Потому что мы же все знаем, кто вяжет, что если вот иногда спрашивают, какая это пряжа, зимняя или летняя, да? Из любой пряжи можно сделать и зимнюю, и летнюю. Возьмите к ней нитку махерок летней, и будет зимняя. Возьмите какую-то шелковую нитку, и будет летняя. Поэтому с подмотами вообще можно сделать все что угодно. Так, и мы движемся дальше. Это вот здесь целые два разворота на этот картиган. Ну, очень красивый и цвет очень удачный. Ну, он приятный, наверное, такой, да, представить, наверное. Так, это у нас соло-лина. Надо из нее сказать, на самом деле, что-нибудь у нас даже в ходе. Да, конечно, Лена. Маечку. Маечку, вот вам маечка. Это соло-лина, ну, это условно соло-лина, то есть тоже все что угодно можно взять. Модель базовая. Тоже ее можно и летом вот так на голое тело носить. Цвет просто, цвет, монофрон такой, да. Да, можно потом осенью под пиджак, например. Да. Очень легко. Так, вот здесь пряжа мазайка. Это тоже мазайка. Какая-то красивая. Ну, у нас вот есть много переходов-то всяких, конечно. Есть, да. Есть, да. Полно очень много. Море есть. А гаметолы? Гаметолы всяких таких вообще. Да, да. Полно. Так, это пряжа органика. У нас ее нет, насколько я знаю. Я люблю органика. Вообще, у меня это слово вызывает просто вот, ну, восторг. Да, да. А, вот, вот, красотища, красота. Это комбинация Нострина и Катона Вула. То есть две наши новинки, которые у нас сегодня в столе. Ну, вот то, что мы говорили, да? Вот то, что я сейчас сматывала. Вот здесь, наверное, вы не видите, здесь два контракта. Красных цвета. Такой цвет охры и сиреневый. И это вообще волшебно смотрится, очень красиво. Базовая модель на все времена года, пожалуйста, вам она будет служить. Вообще здорово. Ну, да. Так, тут у нас такая накидочка. Накидочка из котон-вула, кстати. А здесь мозаик опять. Это палантин. Ну, у нас есть это, как и его, котонелла. Котонелла есть, да. Вот она точно как мозаика. Там такие переходы. Котонелла я правильно сказала? Которые длинные вот эти вот. У нее длиннее вроде какое-то слово. Ну, нет, котонелла, наверное. Есть альта-мода каталана. Это батонная, да. А вот это котонелла, да. Вот она как мозаика вот эта абсолютно подходит. Вот здоровская модель. Смотрите, как красиво подчеркивает спину. Это соло-лина. Опять же, очень много моделей соло-лина. Вот это точно можно связать из любой тонкой летней пряжи. И будет шикарно смотреться. Просто вы звезда будете. Надо подумать. Думайте, Лена. Думать. Так, здесь у нас органика и котон-вулл. Вот это котон-вулл. Тоже демисезонная, да, я бы сказала, скорее демисезонная вещь, несмотря на отсутствие рукавов. Так, ну, органика это на завязках. Кардиган очень красивый. Классика. Как я его называю? Кардиган разведенной женщины. Почему? Ну, потому что всегда в фильмах красивые разведенные западные женщины с бокалом вина в подобных кардиганах. Ну, все. А замуж выходишь и развязываешь. И развязываешь, да. Понятно. Так, это Ленисима, которой у нас нет. И снова базовая, очень удачная модель. И цвет такой базовый, да? И цвет очень благородный, со спущенным плечом, укороченный. Ну, вообще, на любой случай жизни. Так, и чуть-чуть у нас осталось. Вот такое шикарное длинное платье. Очень красиво. Очень красиво. И вроде бы несложное, да, Лена? Ну, да, просто долго вязать. Километр лицевой глади. Если шарф вязать долго, то здесь уж вообще. Да, но зато вы точно не замечете. Ну, и думать не надо. Зато думать не надо. Все? Это везде вот. Такие вещи хорошо вязать в поезде, там где-то, ну, где-то... Круго свет на путешествии. Да, 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 да. Чтобы ты, когда никому не мешаешь, и никто тебе не мешает, сел и повязывай. Не надо рисунки придумывать, рядом не должно быть никакой схемы, ничего. Да, вяжи, да повязывай. Ой, Светлана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Борисовна. Вот вы прямо уже к концу нашего эфирчика, мы все самое интересное рассказали уже, все показали, рассказали про скидочки. Да, ну вот, в общем, что касается этого журнала, 26 моделей, очень он удачный, не узко специализирован на летний, а именно на все случаи жизни. Ну вот как раз сейчас вот к моменту вот о том, о чем мы сегодня говорим, что вот переход, все-таки сейчас надо, вроде как иногда наденешь какую-то теплую вещь. Да, мы вас тоже любим. Какую-то теплую вещь наденешь, жарко, особенно в офисах, да. Наденешь что-то вот с рукавом, вот я сегодня нарядилась, как бы, ну мне не жарко. Лена у нас блестит. Мне не жарко, да. А ты думаешь, не видно, да? А вот видно, да. Вот так вот поблескивает. Ну, это уже не ново, поэтому скоро будем блестеть по-другому. Ну, вот 8 марта буду поздравлять, на 8 марта будем поздравлять я в новой, как бы. Да, я себе вяжу. Вы запомнили этот момент? Я уже говорила. Я вяжу, ну, я очень постараюсь довязать из фэнси. Ааа. Я вяжу себе из фэнси, а юбочка-то у меня уже готова, плессированная. Поэтому у меня осталась только рукава и спинка. Ну, все, я речи закончила. Значит, да. А вот если кто-то хочет принарядиться, все-таки, повторюсь, то приходить у нас очень много образов. У нас есть вот аппликации, мы их не пришиваем. Ну, как, вот настойчиво, да? Ну, мы пришиваем, если вы придете, увидите, вам образ понравился, но чего-то не хватает какой-то фишки. Мы это быстро смастерим за один день. Поэтому нужно только прийти сюда и посмотреть. А может, что-то выберите вот из новинок. Вот эта настрина вообще вот шикарная. Шикарная. И она прямо вот, ну, не знаю, она передает так, да? Ну, она прямо вот, у нее какой-то блеск. У нее даже свечение как будто. Да, да, да. Но при этом он такой интеллигентный. И не люрекс, если кто не любит поетку люрекс, да? Да. И вот она ведь даже в любом цвете вот так играет. Вот она прямо как, да? Очень красивая. Ой, сочетание какое красивое. Все, я Лену сагитировала. Она так скептически была настроена. Я сама не буду вязать. Я кому-нибудь отдам, кто любит медитировать. Ну, на самом деле, да, и цвета такие шикарные. Вот, во всяком случае, маечку-то можно как бы. И я думаю, что ее и машина возьмет, я уверена. Но я бы не стала забивать машиной вот эту. Надо использовать все ее возможности. То есть, мало того, что она прекрасный у нее состав. У нее же хлопок 100%. Да, 100%. Вот. И надо показать именно вот это, что она ленточка. Потому что, если она не ленточка, то мы можем взять любую другую. А вот эту вот мы можем использовать. Ну, и получается, что если 190 метров, да, 195, то это, ну, 6 мотков. Это на полноценное изделие с длинным рукавом 6 мотков. А если это какая-то маечка, так я думаю, 3 мотка. 3 мотка. 3 мотка вполне. И тут можно и рисунок, и спущенный. И, кстати, кто любит рвань культурную. То в ленточке, в точном отрывании, я даже, наверное, себе свяжу. Вот, Лена. Мы все организуем. Мы вас ждем. А про скидки следите в сетях. Будет информация дополнительная. Мы вас любим.